Соответственно, сейчас уменьшилось радаром. Общий результат всех усилий. Доступный по цене радар с превосходными характеристиками. Глаза и уши Микояновской корабелки уже по достоинству оценили пилоты. Когда наши летчики, так сказать, сели в самолет с таким радаром и увидели дальность действия по МиГ-29, 180-190 километров, это, конечно, привело их в замешательство. Ни на одном самолете, даже на самолете сухого, они таких дальностей, так сказать, очень-то не видят. Второй площадкой для знакомства с МиГом стал цех систем автоматического управления. Здесь проходит отработка всех узлов самолета. Владимиру Путину был показан полет МиГ-29К с палубы авианосца. Взлет. Дозаправка в воздухе. Заход на посадку. Продемонстрировал возможности самолета один из лучших в мире мастеров пилотажа, шеф-пилот МиГа Павел Власов. Глава правительства наблюдал за полетом с величайшим интересом, как человек, полетавший на самой разнообразной боевой авиационной технике. После этого Владимир Путин отправился на рабочие места конструкторов. Кульманы и карандаши давно остались в прошлом. Современное программное обеспечение позволяет быстро выбрать готовые узлы из базы данных, проверить совместимость систем, провести перекомпоновку. Именно здесь проектируется будущее нашей авиации. Кабинет генерального конструктора МиГа оказался совсем не похож на переговорные залы в новых офисных зданиях. Относительно небольшое помещение. Старомодные деревянные панели на стенах. На полках модели лучших самолетов легендарного КБ. Здесь говорили в основном о проблемах МиГа. Ситуация в корпорации крайне сложная. Чистый убыток РСК в 2008 году составил 11 миллиардов рублей. Долг компании почти 45 миллиардов. Вот здесь мы находимся на РСК МиГ. Я только что коллегам сообщил. Принято решение в несении 15 миллиардов рублей из средств федерального бюджета в уставной капитал МиГа. Решен вопрос также о закупке техники для нужд вооруженных сил. Кстати говоря, хотел бы проинформировать вас о том, что вчера после достаточно тщательного анализа возможностей бюджета мы приняли по сути окончательное решение принципиальным образом не сокращать год гособоронзаказ. В рамках мер по оздоровлению российская самолётостроительная корпорация МиГ будет выделена из федерального бюджета 15 миллиардов рублей на увеличение уставного капитала. Также МиГ получил госзаказ на поставку МиГ-29СМТ на сумму свыше 17 миллиардов рублей. При этом 11 миллиардов поступят предприятию уже в первом квартале текущего года. Первый вице-премьер Сергей Иванов отметил, что это не единственные меры государственной поддержки гранта отечественного авиастроения. Не исключены также закупки палубных самолётов МиГ-29КУБ. О положении наукоёмких отраслей производства, в том числе и тех, что работают на оборону страны, говорили на Большом Совете. Вы знаете, что во многих развитых странах мира сейчас идёт ускоренный процесс качественного обновления технологической базы. В первую очередь на основе современных разработок в области нано- и биотехнологии, энергосбережений. Внедряются передовые информационные и коммуникационные системы. Нужно признать, мы здесь далеко не в первых рядах. Так, доля наукоёмкой отечественной продукции на глобальном рынке составляет не более половины процента. Эти скромные цифры вы наверняка знаете хорошо. Для сравнения, у США это 36%, у Японии 30%. Объём высокотехнологичной компоненты в нашем экспорте не превышает 5%. У Китая 22% с лишним, даже если допустить, что это ширпотреб, производимый в значительной степени по лицензиям, всё равно это 22%. А у Южной Кореи это больше 38%, и очень многое здесь мы знаем на собственной базе. И тем не менее, убеждён, такую ситуацию, конечно, можно переломить. Просто даже нисколько не сомневаюсь в этом. Причём нужно хорошо понимать, что успешное посткризисное восстановление и будущий устойчивый рост отечественной промышленности возможно исключительно на новой технологической базе. Современный реактивный боевой самолёт и есть концентрация высоких технологий. Один из самых передовых в нашей стране – МиГ-35. Мы уже рассказывали об уникальной оптико-локационной станции для этого истребителя. Но это не все новинки 35-го. На нём впервые в нашей стране установлен радар с активной фазированной антенной решёткой – АФАР. Перед вами уникальный радар – бортовая локационная станция с активной фазированной решёткой, которая восстанавливается на самолёте МиГ-35 для участия в индийском тендере на самолёт среднерадио витсу действия. Радар САФАР – это, по сути, несколько сотен радаров в одном. Например, в радаре МиГ-35 680 приёмопередающих модулей, вынесенных на полотно антенны. Управляет ими мощная ЭВМ. За счёт изменения характера излучения можно сканировать пространство в разных секторах, фокусируясь на нужном участке неба. Луч, естественно, складывается. Складывается все 608 и складывается в один луч, который непосредственно, так сказать, далее электронным способом сканируется в пределах углов плюс-минус 60 градусов. Это позволяет как бы неподвижной механической антенне обеспечивать обзор пространства, обнаружение и обеспечивать режимы как обнаружения воздушных целей, так и работы по наземным целям, производя релационное картографирование и, соответственно, помогая самолёту участвовать в работе по наземным целям, так сказать, по применению боевого применения наземной цели. Слово «кризис» по-гречески означает «решение». От того, насколько верными и своевременными будут решения правительства в отношении оборонной отрасли, зависит то, как она пройдёт нынешнее испытание. Для того, чтобы найти пути решения проблем российских оружейников, и был создан Совет Генеральных Конструкторов. И первое его заседание прошло на МИГе совсем не случайно. Ведь именно военное авиастроение стало флагманом возрождения после хозяйственной разрухи 90-х годов. И сегодня у отрасли есть все основания стать одной из опор российской экономики, противостоящей всем потрясениям, на основании принятых совместно правильных решений. Редактор субтитров А.Семкин